За колючей проволокой оказываются разные таланты. Одна из мер воспитания и заключается в том, чтобы найти применение творческим способностям. Например, коллектив шестой колонии, он практически сформирован здесь. Люди приходят, начинают обучаться здесь. У нас работают творческие студии. Никто из них не мечтал собрать такой зрительный зал. В соседних камерах оказались и бывшие музыканты, и самоучки. У Алексея, например, душа поет с самого детства. Да он и сам не похож на большинство сидельцев. Честно признается, все это в его жизни не закончено. Не сиделось на одном месте, вот и получилось. И ничего, что я не стал академиком, но не прошла мимо меня жизнь и красота. Пусть кому-то и трудны понедельники, а мне полегче, если рядом братан. Вы знаете, очень много людей здесь, в колонии, кстати, побывав, совершенно, которые раньше не были связаны никаким образом с желанием обогатить свой внутренний мир или развить свой интеллект. Здесь к этому приходят самые, казалось бы, люди со дна общества, полностью, действительно, урки. Вот, всерьез задумываются над тем, что существуют такие вещи, как высокохудожественные литературные произведения. Здесь же уйма времени. Люди читают много. О чем действительно думает каждый из них, так и останется тайной за семью печатями. Люди есть везде, напоминают они журналистам. Роман тоже не думал, что после всероссийских и международных фестивалей окажется на сцене исправительной колонии. Меня зовут Роман, я из ИК-3, строгого режима. Давно-то? Четыре года. Тогда одновременно. Ну, вот остался. Может быть, раньше получится. Все время есть срок, а ты бессмертна страна, жизнь моя, дыханье мое. Я передаю всем привет, кто меня знает. Конечно, маме передаю привет, девушке передаю привет, Насте, которая, надеюсь, дождется меня. Еще, как говорится, недолго осталось мне сидеть. Все проходит, пройдет и это. Экзотические инструменты осужденные обычно не используют в исполнении инструментальной композиции. Это обычно гитара, барабан, клавишные. Ну, вот, баян иногда еще у нас вступает. Фестиваль «Поющая душа» в тюремных застенках проходит уже много лет подряд. Главный приз участия во всероссийском конкурсе исполнителей – Калина Красная. Главная сложность в том, что музыканты постоянно меняются. Одни выходят на свободу, другие занимают их место и не сразу привыкают к мысли, что и здесь, на зоне, не поздно взяться за ум и начать все сначала.